Кругом царит мертвая тишина. Нет ни движения оборудования, ни громыхающего шума производства нерабочих в спецодежде. Такая нехарактерная картина для завода по выпуску гипсокартона в селе Дустук Сузакского района длится уже несколько месяцев. Это вторая линия по производству гипсокартона. Она построена с целью увеличить мощность завода в два с половиной раза от двух миллионов квадратных метров до пяти миллионов в год. Оставались только пусконаладочные работы, но запустить оборудование так и не успели. Появились проблемы со сбытом. Сейчас завод ушел на простой. Хранить готовую продукцию просто уже негде. Как на складах, так и во дворе сложен почти двухмесячный запас. Руководству предприятия остается только подсчитывать убытки. Эта ситуация началась в 2021 году, когда поток импорта с соседнего Узбекистана увеличился в разы, точнее в пять раз. Конечно, они со своей более низкой ценой забрали долю рынка в Биргызстане. Они производят политику демпинга, в связи с чем наша продукция, к сожалению, на сегодняшний день она не проходит и не продается на рынке Кыргызстана. Вообще, в общем, это приведет к остановке нашего производства. Опасения предпринимателей неспроста, а именно по этой причине уже закрылись два завода в Баткенской и Ожской областях. Демпинг, когда конкурент держит низкие цены до тех пор, пока остальные игроки не разорятся, срабатывает. Большинство покупателей высокому качеству предпочитают низкую стоимость. Есть клиенты, которые хотят дешевые продукты, но они о качестве вообще не думают. А потом, лет через два-три, они опять же возвращаются, опять же переделывают свои ремонты. Сложившаяся ситуация напрямую коснулась и местное население, ведь предприятие набирало рабочих исключительно среди сельчан. И так как в стране нет узкоспециализированных образовательных заведений по линии гипсокартона, то обучать жителей приходилось самим, на что уходило не менее двух-трех месяцев. Сейчас отток обученных кадров неизбежен. Это усугубляет без того плачевное состояние завода. У нас общая численность больше 80 человек. В данное время у нас работает только гипсовая линия, а на этой линии у нас всего 20-25 человек загружено. Остальные люди у нас на бессодержании, в отпуске. В отпуске на бессодержании. Если же дальше вот так встанем, у нас вообще может уйти. Ситуацию может исправить политика протекции на внутреннем рынке. Без государственной поддержки здесь не обойтись. С таким расчетом руководство написало письмо на имя президента и председателя кабинета министров, а также обратилось к главе Минэкономики и губернатору области. Мы переговорили с руководством областной таможенной службы. Выяснилось, что из Узбекистана в наш регион не заезжает ни один грузовой транспорт. Продукцию, оказывается, завозят через КПП Дусту Кожской области. Сейчас мы готовим письмо гострою, чтобы при выдаче лицензии обращали внимание на качество товара. Подобные письма будем направлять в кабинет министров. Отечественные производители просят власти внести и пошлину для импортных товаров. Особенно для тех стран, кто не является членом ЕАЭС. Иначе Кыргызстан в будущем будет зависеть от продукции иностранных государств. А с закрытием производственных предприятий произойдет потеря налоговых отчислений и увеличится безработица, уверены предприниматели. Все различные предприятия – те, что большая 반성을 доступна. В общем, это только ремонт 포인ты и точках и кружеской поучке maidам. Продолжение следует...